Твой внутренний обжор от 31 декабря? Ну-с, приступим. Совет от котика. Кушайте вкусненько и берегите себя, ибо пошло оно всё, нервишки дороже. Когда подарили кота, я твой сладкий подарочек, и я там уже насрал. Если вы всё никак не решались, то вот вам знак. Может, пойдём поедим? Сейчас как раз подходящее время. Ну пойдём, обожрёмся как следует, а потом будем лежать. Мне просто нужно, чтобы утром кто-то сказал мне вот так, и чтобы прям по-настоящему. А давай ты сегодня никуда не пойдёшь, блинчиков напечём, чаю с вареньем сделаем. Зачем тебе это наружу? Услышал шум из комнаты, захожу, а там... О, ты как раз вовремя, тут твоя дурацкая ёлка сознание потеряла. А спонсор этого мемаса канал Книгоголик. Поржать над ним способна только Алёна. Любовный треугольник Маяковский. Я пришёл, Лиля. Уходи, Маяковский, я с Осипом. Да я тут с краешку. Боже. Читай стихи или уходи. Вискоса запах воздух выел. Комната. Круг в тыгдыковском аде. Вспомни, за этим диваном впервые в тапок хозяина для тебя гадил. Ладно, пусть остаётся. Кайф. Блин, хоть бы училка не вызвала к доске, я ж ничего не учил. Заберите, пожалуйста, вашего идиота, он мне всю ночь кричит, мне спать не даёт. Считаю, куда потратить деньги, которые я ещё не заработал. Как вежливо свалить из любой ситуации? Инструкция от котика. Простите, извините. Всего хорошего и так далее. Доброго дня, утра, вечера. Прекрасного настроения. Идите нахрен. Любовь, это когда он уснул, а ты хочешь жрать, но не идёшь, потому что не хочешь будить. Но потом понимаешь, что пожрать любишь сильнее, и встаёшь. Ну, либо просто будешь его и заставляешь что-нибудь принести вкусненького. Для разблокировки ноутбука просто отвернитесь. Новый год к нам мчится, скоро всё случится. Сбудится, что снится, хорошенько оторвусь, отосплюсь и отожрусь. Блин, ну я целых 12 минут делал уроки, теперь можно и перерывчик сделать, чтобы стресс утолить. Кошачья логика. Наглядно. Боже, кем я стал. Физика существует. Коты. Коты не подчиняются законам физики. Клиенты писали жалобы о том, что в офисе живёт бездомная кошка. И эти ребята наняли её. И эти ребята наняли её. Я каждый день, приходя из дома, спустя 8 лет, как мы завели кошку. Пс-пс-пс-пс-пс. Почему пс-пс-пс? Это где так кошку зовут? Мой кот попробует это съесть. А кот, видимо, съедает слово мой. Потому что он не твой, он сам по себе. И он ест эту надпись, потому что он так решил. Фраза типа, он посмотрел на неё, словно она была солнцем, всегда меня смущает. Ибо большинство людей смотрят на солнце как-то так. Я мёрзну в ожидании автобуса. Таксист, который стоит рядом. И ждёт, когда у меня закончится терпение. Не закончится, блин. Точнее, терпение может и закончиться, но от этого деньги в кошельке не появятся. Почему ты с ней поссорился? Она попросила угадать, сколько ей лет. Ясно. Ну и что? Угадал. Любимая, у тебя шнурок развязался. Дорогой, у меня обувь без шнурков. Я знаю, я тебя разыграл. Никакая ты мне нелюбимая. Дистанционное обучение. Учитесь лучше у Джерри. Том, бедолага, страдал в каждой серии просто. Я. Нужно перестать быть таким зажатым и познакомиться с людьми. Кто-то. Привет. Я. Шшш. Уйди, ты кто, блин? Когда кот наконец-то поймал красную точку от лазера. И началась дискотека. От слова кот. Дискотека. Хм. Нам на первом курсе показали учебник Матана и говорят. Первые 18 страниц вы 11 лет проходили в школе. А на остальные 400 у вас есть этот семестр. Ну, спасибо. Время поэзии. Одеяло укусило, бок погрызло простыня. И подушка, как пиранья, ноги съела у меня. Я за свечку пальца нету. Я за книжку-то обижать. Позову-ка Константина, надо бесов изгонять. Я встаю в 3 часа ночи, чтобы сходить в туалет и вижу, что моей девушки нет рядом. Она была елл. Она, сидящая на кухне и пытающаяся повторить макияж какой-то блогерши по видосу из ютуба. Здарова. Среди ночи, да? Такое увидеть. Ага. Не хотелось бы. Один дома. Ирония судьбы. Я каждый Новый год. А я больше люблю Гарри Поттера и всяких джентльменов удачи, Иван Васильевич и операция «Ы». Когда открыл холодильник, а там нет ничего, кроме холодца. Ну, это тебе ещё повезло. Вот если бы там ничего не было, кроме холода, это да. Хотя даже если холод есть, значит у тебя электричество есть. У тебя нет долгов за электричество. Значит ты уже средний класс. Сходство 100%. Потому что нельзя тревожить котиков. Почему я это пропел? Ну ладно. Крабовый салат, оливье, селёдка под шубой, оливки. А кто куда добавляет оливки, зачем? Они ж несъедобные. Неповторимый оригинал. Жалкая пародия. Я сильно тороплюсь и пытаюсь найти свою футболку, чтобы поскорее одеться и выйти. Футболка, помятая как жопа, которую я в прошлый раз скомкал и закинул в шкаф. Пришло время расплаты. Почему помятая как жопа? У кого жопа обычно помятая? Почему? Что? Что происходит? Помните, мы когда-то просили, умчи меня, олень, в свою страну оленью? Полюбуйтесь вокруг. Похоже, он нас домчал. Ложь. Особенно неприятно, когда она глагол. Ложь. Ну да, правильно, ложи. Вообще, клади. Тогда ложь это по правильному кладь. Рыбокот существует. Кто же где-то однажды появился на свет с чешуей и усами, нигде таких нет. Но тут же уплыл, я сделал скриншот. Рыбячий, кошачий, малыш, рыбокот. Рыбокот, рыбокот. Единственный в мире малыш, рыбокот. Его не признали в озере родном. На удочку ловили ночью и днём. Не стоит волноваться и не стоит робеть. А лучше эту песенку вместе нам спеть. Рыбокот, рыбокот. Единственный в мире малыш, рыбокот. Ох да, я знаю, именно это вы хотели видеть и слышать первого января. Держитесь, братцы. Но если сегодня первое января, у вас каникулы и вам нечего делать, вы можете прочитать нашу книгу с Аленой. Книга называется «Привет, мир» в жанре фантастика. Очень прикольная. Думаю, вам понравится. Ссылка на неё будет в описании. Слышу, как наверху робот-пылесос свалил с ёлки игрушку и гоняет её по этажу. Робо-пылесосы – это коты будущего. Это Рико. И он очень сильно любит хлебопечку моей мамы. По непонятной нам причине. Как это непонятно? Она печёт хлеб. Она делает еду. Вполне очевидная причина. Сдам шестиком на дно коробку. Санузел раздельный. Десять секунд до центра кухни. Ну, это если ты гдыкать. Что там? Походу рыбу привезли. Окей, хватаем по одной и бегом в расшипную. А ты что больше всего по утрам любишь делать? Лежать и наблюдать. Наблюдать зачем? Затем, как я постепенно начинаю опаздывать. Ёлка? Настоящая? Мне? А подарки где? Наташ, подай гитару! Барсик, ты насиделся? Нет. Наташа и её кошки. Игрушечный вариант. Мама, что это? Луковый суп, сынок. Ты убила Чиполина? Нет, дорогой, я купила его уже мёртвым. Наташа, это дерево хотело убить меня. Потом оно споткнулось об подарки и упало. Ой, соль рассыпалась. Это к соре. А может обойдётся? Нет, дорогой, я уже настроилась. Я жду неприличных предложений. Давай заправим оливье кетчупом. Это уже перебор. Ого, ты потратил целую зарплату на путешествие. Ого, ты потратил всю жизнь на машину в кредит и ипотеку? Жиза, блин. Я как раз только ипотеку взял. На 20 лет. Наташ, доброе утро. Мы с новостями с самого утра. Там ёлочка упала в обморок. Мы чуть не пострадали, Наташ. Так что вставай, Наташ. Заодно и покормишь нас и успокоив. В песне одновременно играет несколько партий. Я пытаюсь спеть все из них. Код оптимиста. Мишка наполовину полная. Код пессимиста. Мишка наполовину пустая. Код математика. Мишка заполнена на 85%. Мой кот. Дорогой дневник. Еда и вода закончились 4 дня назад. Цели на 2021 год. Снова стать худым и атлетичным, каким я был до несчастного случая. Перестать называть несчастным случаем то, как я разжирел и потерял форму. Кто пишет, главное это поставить цель. И пусть стоит. А ты лежи где лежал. Самое смешное в карантинных зум конференциях, это даже не вторжение котов. А когда за кадром домашние начинают с этими котами разговаривать, забывшись. Обсуждают люди с серьезными щами городское самоуправление. А на фоне у одного. Ты кот? Ты тут сидишь? Да, ты сидишь? Ну да, сижу. Не видно что ли? Или ты тупой? Кто пишет, или когда падает ваза, и из недр коридора в микрофон летит сочная... В перемешку с разными угрозами. Я, извините, не смогу прийти, у меня гости. Мои гости, которые с тобой и живут. Братья от разных родителей. Кто пишет, когда позвал на разборки старшего брата и теперь выпендриваешься. Сажусь в машину, не успеваю закрыть дверь, как подбегает этот малыш. Решил подвезти его до дома. До моего дома. Кто пишет, иначе не могло быть. Мои коты сидят вот так и наблюдают за дождем за окном. По-моему, это слишком мило. Мой парень изменил мне, я не могу в это поверить. Все мужчины псы. Скажи что-нибудь. Мяу. Хей, хитрый план. Мам, почему киндер купили только младшему? Он еще ребенок. А я больше нет. Есть кунг-фу, а есть кусь-фу. Лапки в тапки, все в порядке. Это съедобные что ли тапки? Ну, выглядит как будто сыр и колбаска. Позови меня тихо по имени. Мандаринами накорми меня. Есть два типа предновогоднего настроения. Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Да завали ты уже. Снаружи фэшн, внутри депрэшн. Когда тебя хотят вытащить из теплого одеялка на эту противную наружу? Уходите, это частная собственность. Плюшк. А лучший мой подарочек, это ты. Наташ, подари себе уже мужика. Состояние по понедельникам. Я медленно стекаю с кроватки, вытекаю из дома, притекаю на работу, молча втекаю в кофе. Теперь мы едины, кружка черной прелести. Красиво, конечно. Только вот иголки. Они такие колючие и противные. Прямо как твой характер. Чё ты сказал? Соседи попросили больше не подкармливать их разжиревшего кота. Какое-то время он не появлялся, но сегодня пришёл. Сань, с наступающим, Сань. Ты же понимаешь, что это всего лишь вопрос времени. Это я собираюсь посмотреть 10-минутный ролик на ютубе. Я его обычно смотрю, пока думаю, что я буду есть. Потом смотрю ещё один, пока готовлю эту еду. И потом смотрю ещё один, пока ем. Новый кот. Сратый кот к нам мчится. Скоро кусь случится. Контроль над своими эмоциями? Я. Когда ты котика считаешь, что ну её нафиг эту наружу. А сейчас, котик, мы пойдём искать новогоднее настроение. Я здесь вижу только новогоднее охренение. Пойдём, пожалуйста, домой. Там тепло, хорошо. И чаёк есть. Идеальный Новый год – это быть с тем, с кем ты на одной волне. А ты меня любишь? Ага. А ты со мной будешь? Ага. Сгрызём все гирлянды, завалим все ёлки. Играть до утра. Возьмите свой возраст. Прибавьте к нему пять. Это будет ваш возраст через пять лет. Фокусник. Вы мне жутко нравитесь. Ничего, это пройдёт. Сначала я практически всем жутко нравлюсь. Потом не всем. Потом не жутко. Потом просто не нравлюсь. Потом жутко не нравлюсь. Когда ты бежишь к автобусу, двери которого уже закрываются, но вдруг водитель видит, как ты бежишь, и снова открывает двери. Спасибо тебе, добрый человек. Не хочешь вставать в садик, в школу, в универ, на работу? А потом резко в семь утра надо поехать купить масло подешевле на другом краю города. Я в час ночи лёжа на кровати и пытаюсь понять, смотрю ли я на маньяка-убийцу или на стул с вещами. Мама уходит провожать гостей. Я, просидевший несколько часов в своей комнате. Мой час настал. Я пытаюсь тихо подвинуть ночью стул на кухне, чтобы не разбудить родителей. Стул. Рок-концерт начинается. Без денег, безработный, ком шерсти, беззаботный. Животные всегда чем-то похожи на своих хозяев. Мой кот. Подойди поближе. Ещё ближе. На ушко кое-что скажу. Выключи, пожалуйста, свет. И топанька отседова. Здравствуйте, это британское посольство. Понимаете, дело в том, что я британец. И я прошу вас, будьте так любезны. Заберите меня из этого мухосранска, где живёт мой хозяин. И выделите собственный замок. Папа не хочет кота? Семья заводит кота. Папа и кот. Классные мешки под глазами. Новые? Нет, я просто стираю лаской магия совмещения работы с учёбой. Отцы, когда их дети оставляют свет в пустой комнате на 30 секунд. Отцы, когда засыпают перед включённым телевизором на 3 часа. И потом пытаешься его тихонько выключить. И батя такой просыпается. Эээ, я смотрю. Когда нашёл тайник кота? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. На место положи. Может, хватит быть ленивой жопой? Ну, не. Три белых кота, эх, три белых кота. Толстяш пыш назад и жирок. Кот просился на ручки, но я его не взял. Вот реакция. Как не моя дочь? Да она вылитая её. Иногда нужно просто забыть обо всём и хорошенечко оттопыриться. Как мы сейчас и делаем это на новогодних праздниках. Когда при знакомстве девушка говорила, что вкусно готовит. Но не уточнила, что только пельмени. Ну, знаете ли, пельмени тоже еда. И достаточно вкусная. Обнаружил, что у меня уже появились знакомые люди, чью нижнюю часть лица я никогда не видел. Да как вы вообще там выглядите? Так, сейчас я позвоню им и буду ругаться. Бесят. Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, почему так произошло? А, вот как. Понятно. А если нельзя, да? Жаль. Ну, а может... Эх, ладно. Спасибо, извините, пожалуйста. Просто до свидания. Фото моего кота, покидающего свой лоток. Психолог. Ты должен хвалить себя каждый день. Это очень эффективная терапия. Я. Какой же ты молодец, Саша. Опять всю ночь смотрел мемы и не выспался. Браво, дорогой. Очень хорошо. Красава. Кто нуждается в фотографии моей кошки, которая этим утром сладко спала с картошкой? Все. Все нуждаются. Когда сегодня выходной, и ты весь день завернут в кокон, чтобы к понедельнику успеть превратиться в продуктивного работника? Кажется, у меня скитал стрянка. Иди завтракать. Я кашу приготовила. Из какой крупы каша? Из пельменей. Ням-ням. Кричит побольше, кричит поменьше. Прикольное у него выражение морды. Новогодний выпуск Кусь Маполитон. Кусь Маполитон. Роняем елку красиво. Кому из гостей нассать в обувь? Советы эксперта. Какой дождик эффективнее смотрится из жупы? Дохлая мышь, комок шерсти, кусок говна. Выбираем подарок хозяину. Конфетти, жрать или пусть лежит. Я катал мандарин по полу и получил подсрачник. Пронзительная история кота Савелия. Другие люди в новогоднюю ночь. Как красиво. Хорошо, что приехали. Как много людей. Я в новогоднюю ночь. Ля, сосед, давай запускай уже. У тебя денег много, я знаю. У кого еще нет новогоднего настроения? Попробуйте съесть дождик с елки. Не знаю, как это работает, но моему коту помогает. Решил попробовать фильтр на кошке. И теперь она будто из диснеевского мультфильма. Кто пишет, кошка из Симс. Ну да, она немного странновато выглядит. Потому что у него глаза человеческие. Наш кот впервые в своей жизни увидел пляж. У него сейчас просто шок. Кто пишет, почему он выглядит как будто с похмелья? Но он же на море приехал. А с утра он вылупляется и просит очень жрать. Яйцо котозавра, наверное. Когда отец впервые увидел новорожденного сына. Вроде как мой, но у меня серьезные сомнения. В этом году я елку переворачиваю. Ты в прошлом переворачивал. И батя такой. А ну с дороги, малышня. Опять на всяких котов в интернете смотришь. Такие они все красивые. Один я у тебя жирный. Дурак, ты кот. Никто мне кроме тебя моего пирожочка не нужен. Правда? Правда. Неа. Человек создан для того, чтобы гладить кошку. По крайней мере, по мнению кошки. Рожай котят, говорили они. Котята цветы жизни, говорили они. На страже порядка. С собаками нельзя. Кот не пропустит в магазин. Когда подружайки пригласили тусануть. Значит так. Я сегодня пить не собираюсь. Ну, максимум один бокал вина. И никаких песен. Голос сядет. А у меня завтра важная встреча. Спустя час и три бокала вина. Небеса мои обетованные. Ты моя пенка в какао. В теплой булке изюм. В манной кашке комочек. Ненавижу, короче. Просто кот, который наконец-то нашел свою идеальную коробочку. Года идут, а она все еще здесь и все так же неуловима. Чувак, сколько лет мы ее ловим. Деньги есть? Нет. А если найду? Буду признателен. И ко мне потом приходи поискать, Котя. Счастье это когда к тебе в кроватку приходят твои любимые по 7 кило нежности. Кошачий курьер из доставки еды на дом. Мне, пожалуйста, шарик пломбира. Вот. У вас будет пузико, даже если вы занимаетесь спортом. И это нормально. Не корите себя за пузико. Любите свое пузико. Пузико. Доктор, я сломал лапку в двух местах. Вы запомнили эти места? Да. Больше туда не ходите. С вас 5 тысяч рублей. Любовь это когда обнимаешь до хруста костей, но понимаешь, что этого мало. И ты бы еще и сожрал его. Вывеска на кассе. Соблюдайте дистанцию. Бабка в одном микрометре от меня. Двигайся. Это что значит? Это кот смешной. Он не смешной, он косорылый. Вот что в смысле? Зашел в ванную, а тут у кота походу переломный момент в жизни. Когда напланировал кучу всего, а сам лежишь. Наконец-то. Новый день начался. Сегодня столько дел сделаю. У меня столько планов. Столько идей. Я выпил кофе с утреца, налиль второй еще мальца. Я выпил также кофе днем и чашечку еще потом. А вечером я вроде тоже. Пил кофе чашечку, быть может. Не помню точно, я забыть. Я кофенулся, как же быть. Когда решил, зачем тебе эта елка, когда есть котик? Ну, предположим, свечуся. Бог при создании змеи и паука. У нас осталось только восемь ног. Змея. Отлично. Мне четыре и пауку четыре. Бог. Сорян, бро. Мы с пацанами пришли разбираться с математичкой, потому что все списали с одного сайта, а оценки разные. Ну, будет у всех одинаковые оценки. Двойка. Каким я вижу себя, каким меня видит моя девушка. Посвящаю тебя в Который, царе. Ну, все, с этого дня буду экономить. Спустя время, сытый, заказываю пять килоролов. Вызвал такси до туалета. Купил пакет для жвачки. Сижу довольный с последними пятиста рублями на неделю. Обожаю состояние, когда отсутствие сил заставляет тебя лежать. Пялиться в одну точку, а тревога требует что-то делать. И ты лежишь и тревожишься. Я. Пусть этот день будет продуктивным. Я в этот день. Посидеть в ВК, послушать музыку, поиграть в игры, покушаться. Ученые сообщили, что солнце ведет себя подозрительно тихо. Гражданин солнца, давайте без трюков, пожалуйста. Посвящается моему коту. Как хорошо, что ты есть. С тобой можно круглые сутки есть. С тобой можно целыми днями спать, сериалы смотреть, не покидая кровать. Что-то ты какая-то тяжелая стала. Пора на диету садиться. Да это, наверное, мой характер, Давид. Если бы это был твой характер, меня бы расплющило. Когда он зовет тебя милой, но на самом деле ты дьявол? Семилетний я. Пап, купишь мне эту игрушку? Отец. Да, в следующий раз. Двадцати двухлетний я. Где игрушка? Вы пришли работать или зарабатывать? Не знаю, мама заставила идти работу искать. Какие у вас планы на ближайшие пять лет? Ну, гнома лучника до 110 уровня хочу докачать. Спасибо, мы вам перезвоним. Я не беру трубку, если не знакомый номер. Услышала крик мужа в душе. Решила посмотреть, что там происходит. И походу так и ничего и не поняла. Чё там происходит? Коты нападают? Зачем? Я. Хочешь потусить? Друг. Конечно. Мы с другом. Круто тусим. Еее. Моему старшему коту надоело то, что мой котёнок пытался с ним играть. Так что он придавил его и вылизывал до тех пор, пока тот не уснул. Тебе не стоило сюда приходить, смертный. Зачем ты пришёл в мои владения? Я шёл на кухню за бутером и потерялся. Ты попал на седьмой круг када по дороге на кухню? Я не очень умный. Вы слишком хорошо выполняете свою работу. В ближайшее время попрошу вам прибавить... Денег к зарплате. Премию? Нет, ещё работы наивные. В поисках Наташи. Наташа ждёт. Инфа сто процентов. Очень сильная и очень независимая. Барсик, слышишь? Ты уверен, что мы правильно идём? Ты уверен? Чего-то мы долго идём. Устали мы и есть хочется. Вставай, на работу пора. Не хочу. Когда собака поняла, почему у неё так быстро заканчивается еда в миске? Сош, помогите. Послушай, в доме я главнее. Просто смирись. 2020 год? Я не узнаю вас в маске. 2022 год? Я не узнаю вас без маски. Когда в тебе много нерастраченной любви, а поделиться не с кем. Нет, не слушай его. Как же на работе без тебя? Спи. Не ходи сегодня на работу. Валяйся до часу. Хорошо быть котом. Вся твоя работа заключается в поиске удобного местечка для сна. Опасненькое местечко, по-моему. Самое странное в котах, это то, что режим убийцы на первом фото, а не на втором. Эээ... А слева как раз таки более милое фото. Я случайно задеваю миску с кошачьей едой. Кот из другой комнаты. Жрать, жрать, жрать! Итак, сегодня целый день. Так, что-то я объелся. Пойду опять лягу. А ты это мизим принеси мне. Почему люди готовят и орут друг на друга целый день? А потом садятся поесть и выпить и называют это праздником. Ты как огурцы на оливье нарезал рукожоп? А почему ты делаешь крабовый салат без риса, садистка? Когда меня спрашивают, как я собираюсь провести Новый Год? Три подхода по пять раз кушац. Когда кто-то будит тебя в твой выходной? Шоп, у вас жопа отвалилась, черти. Когда потерял телефон и решаешь встряхнуть одеяло, чтобы найти его? Телефон. Пять минут полет нормальный. Оливьешку съел. Салат с крабовыми палочками съел. Больше есть не могу. Стойте, что там на столе Рафаэла? Как принимать решение в новогодние праздники? Хотел как лучше, а лег поспать. Не откладывай на завтра. Полежи сейчас. Век живи, век лежи. Семь раз поешь и полежи. Кому-то придется работать, чтобы нас содержать. Я не хочу. Я тоже. На меня не смотрите, не надо. Так вот в чем дело. Козел. Жопа с хвостом. Я круче тебя. Да выпендривалась. Список дел на 2021. Не откладывать, а делать. Высыпаться. Не грустить и не сдаваться. Не ссориться. Не быть ленивой задницей. Не сойти с ума. Не хочу быть взрослым. Я так устал. Не высыпаюсь. Хочу быть кусочком масла, тающим в объятиях блинчика. Мама. Когда ты будешь жить с красивой девочкой? Я. Я уже. Просто через меня не перешагивали в детстве. Я. Солнце мое. Взгляни на меня. Солнце. Здорово. Кот, сходи за меня на работу 31 числа. Не могу. У меня же лапки. А, ну да. Извини, кот. Поспать за тебя могу. Мама. Готовит на новогодний стол? Я, батя, брат, дед. Я только одну возьму. Крабовая палочка. Поздравляем. Список студентов на отчисление. Спасибо. Девушка, позвольте вам кофе заказать. Или чай. А может, коктейльчик? Мы еще не знакомы, а вы уже бесите. Для любимой ничего не жалко. Купишь мне это колечко? Конечно, дорогая. Колечко краковской, пожалуйста. Коротко о любви. Как ты поняла, что влюбилась? Смотрю на него. И нервировать хочется. Моя девушка написала, что быть кошатником это не по-мужски. Я отправил ей это. Неделю назад мой кот пропал. Спустя три дня я его нашла и принесла в дом. На следующий день добрые люди нашли его и вернули мне. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня три одинаковых кота. Как можно не узнать своего кота? Не знаю, мне кажется, если вдруг, не дай бог, силенько потеряется, я ее узнаю. Хотя, блин. Не знаю, сложно это все. Ну, короче, мне кажется, своего кота всегда ты узнаешь. Разве нет? Ты режь давай, я подержу ее. Отдали Наташеньку в хорошие руки. Кто там? Грабители, нам нужно 100 килограмм золота. А 105 килограмм не надо? Ну, давайте 105. Наташа, золотце, вставай, там за тобой пришли. Мама. Целый день в свои игры играет. Нет, ну вы посмотрите на него, зависимый стал уже. Так же, мама. Кристаллики. Я. Алло, мам, не смогу приехать, тут все снегом завалило. Мама. Жаль, а то тут зайчик тебе сладкий подарочек передал. 25-летний я. Уже лечу. Должен же хоть кто-то в этом доме быть образованным. Я на паре. Осталось 40 минут. Это два раза по 20 минут. Нужно просто потерпеть 4 раза по 10 минут. Разговоры по скайпу в России. Рассказать, как дела. Куда-то уйти минуты на 3. Вернуться в кадр с котом. Куда вы идете? Я не знаю, я еще не решил. Вы шутите? Скажите мне, куда вы идете. Чувак, я не знаю, я пока не решил, куда мне следует идти. Вы знаете, кто я такой? Ништяк. Я не знаю, куда я иду, а ты не знаешь, кто ты такой. Ладно, пора бы привести себя в форму. Начну с 10 отжиманий. Нет, 20. Ух ты, этот пол такой уютный. Я на новогодних каникулах. Ты сегодня собираешься сделать что-то полезное? Не могу. Почему? Просто я поел и сейчас нахожусь в фазе переваривания пищи. Это может занять некоторое время. Ну а когда фаза переваривания завершится, что будет? Фаза приема пищи 2. Быстрее, бежим, пока зомби нас не догнали. Нет, иди без меня, я заражен. Нет, 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 где тебя укусили? Вообще-то это типа я укусил одного из них. Переволновался. Как встретил Новый год? Как подарок. В смысле? Всю ночь под елкой провалялся. Дорогая, в холодильнике мышь повесилась. Не трогай, это на Новый год. Я в начале 2020-го. Я в конце 2020-го. Я на вечеринке. Я не умею танцевать. Я дома. Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кхм, простите. Мой отец смотрит сериалы вместе с нашим котом. Кот даже проявляет какие-то эмоции на острых моментах. На напряжённых местах отец кричит коту. Смотри, смотри, что делается. Кот, естественно, смотрит не на экран, а на отца. Тогда отец говорит с горечью. Козёл ты, кошара, опять всё просрал. И перематывает сериал назад. Сделал плюшевую копию кота. Заказчик доволен. Кто пишет, я подумал, что это его ребёнок. Ну да, очень реалистично выглядит. Вам вниз или наверх? Эээ, а где тут вниз, а где вверх? На так, сфоткала. Теперь иди варь яички и делай розовый майонез. А мне тут кое-что пора уронить. Было совсем скучно, но я нашёл способ развлечь себя. Эээ, прикольные дорисовки. Особенно нижнее справа. Милая, а я у тебя единственная? Конечно, любимая. Второй такой я просто не выдержу. Приехали к бабушке в деревню в гости, а там у неё новая котя обустраивается. Пожалуй, тут посижу. Ну, конечно, её там никто не достанет. Как ты проведёшь Новый год? Буду смотреть сериалы и есть. Ты же делаешь так каждый день. Но в этот раз я одену новогоднюю шапочку. Надену. Раз, два, три. Ёлка, упади. У тебя шесть конфеток. Сколько останется, если я одну попрошу? Шесть. Если есть выдра, то где-то есть и тыдра. Ну, выдра, тыдра, мыдра, наверное, тоже есть. Анидра. Шалость не удалась. Чёрт, ну ничего, в другой раз попробую. Манулы – самые эмоциональные животные на земле. Да, только если к ним близко подойти, то съедят тебя. Да не ори, Наташ, я только поправить. Честное слово. Не плачь, Шарик. Сами они жирные, а ты мягкий и аппетитный. Отвянь. Сгинь. Эээ, сложный мем. Наташ, ну я замёрз, сорян. Важный тред с манулами, пожалуйста, распространите. Один манул, два манула, три манула, четыре манула, пять манулов, шесть манулов, семь манулов, восемь манулов. Бонус – спящий манул и манул в очках. Продолжаем считать манула в комментариях. А как называется человек, который любит горький шоколад? Сладкоежка не назовёшь. Горшок. Горький шок-шоколад. Ну, за это надо выпить, говорит горшок. Я оставила своего котика у мамы на время поездки, а она сшила ему новогоднюю шапочку. И, пожалуй, это моё самое милое фото в этом году. Только русский человек после алкоголя и салатов сядет пить чай. Кто пишет, и обязательно с тортиком. Как говорил кот Фуци, кто не пьёт чай, тот тьмо. Кот на новогодние праздники. Я сожрал дождик с ёлки и наблевал на кухне. Иди убери. С Новым Годом, куски мяса. Я считаю, что в гости нужно приглашать только тех людей, которым в определённый момент можно сказать «пойдём полежим». Лежат изо всех сил. Человеку нужен кот. Может, двое или трое. В этой жизни всё пустое. Много всяческих невзгод. Кот придёт, положит лапку, поморчит и носом ткнёт. Любит мамку или папку. Человеку нужен кот. Кто полечит от простуды? Кто уснёт на голове? Если будет очень худо, просто нужно кошке две. Меховой любви комочек и шкодливые усы. Он на ручке очень хочет и, возможно, колбасы. Кто на ёлке угнездился, провожая старый год? Кажется, я говорила. Человеку нужен кот. Наедаешься салатами так, что не можешь дышать. Спустя сорок минут кое-как можешь функционировать. Снова ешь. Боже, дай мне сил выжить. Эй, кожаный мешок, ты считаешь, что это смешно? Кто пишет «Ой, зря ты, ой, зря». А чё, ничего такие тапочки? Когда этот придувок наконец-то свалил? Две тысячи двадцатый, вот тебе придувок. Когда не взял с собой масочку, но у тебя есть хвостик? Когда доели с котом все салатики и лежите батонитесь? Шикарно. Согласен. Коты против собак. Холодное зимнее утро кошатников. Холодное зимнее утро собачников. Я люблю тебя. Побольше конкретики, пожалуйста. Мне нравится смотреть, как тебе интересно слушать, как я ною. И мне интересно слушать, как ты ноешь. И мы хорошо совмещаем нытьё с весельем. У нас веселье с оттенком страдания. Страдание с оттенком веселья. Тогда я тебя тоже. Оба ноют, обнявшись. Господи, на кинопоиске есть фильм про стамбульских котиков, который называется Кедди. И вот его актерский состав. Актеры. Видимо все коты. Играет самого себя, играет саму себя. Кто пишет Бюллинд Устюн, хоть тут и нет твоей фотографии, но мы все равно тебя представляем. Восторгаемся, любим. Да, кстати, а почему у него нет фотки? Вы что, думали я для себя в зал хожу и такой большой? Девушек клеить? Телом своим уметь управлять? Нет, чтобы коту удобно было. Кто пишет Кот, походу, тоже на стероидах сидит. Сидит на стероидах, в прямом смысле слова. Хи-хи. А шаурма точно из собак? Да. Офигеть, дайте две. Каждой маленькости по маленькости. Валадушки, объясните свою маленькость. Ти маленький, и ми маленький. Хи-хи. Коты это жидкая материя, способная принимать любую форму. Проще говоря, Котерия. Кто-то, задайся целью и стремись к ней. Я. Покушать. В мире не существует такой коробки, куда не мог бы поместиться кот. Когда ты интроверт, но любишь покушать. Это частная собственность. Уходите. И не возвращайтесь. Котика у нас вкусненькое есть. С вкусненьким можно. Я. Новый год, новая жизнь. Начну учить английский. Займусь спортом. Буду ложиться и вставать пораньше. Я. 7 января. Время 14 утра. Чё будете в такую рань? Я не пойму. МРТ моего мозга. И мозга всех подписчиков Алексея Савы. Это же мемозг. Если от Сникерса не тормозят, а когда едят твик, сделают паузу, то правда, что с Евы одновременно вселенная схлопнется. Полупопия твои схлопнутся. От сладкого. Проводница поезда Псков-Москва кормит кота Феликса во время короткой остановки на Старой Руссе. Этой традиции уже несколько лет. Кот приходит ровно ко времени прибытия поезда, а проводники заранее готовят ему покушать. 2021 начинается с хороших новостей. Пока всё неплохо. Телек в новогодние праздники. По одному каналу три богатыря, по другому Шрека, по третьему Гарри Поттер. Я в панике пытаюсь успеть посмотреть всё. Подождите, я не успеваю. Родители уходят на балкон смотреть салют. Дед, оставшийся со мной за столом. Самогон, бош. Пятилетний я смотрю, как мама открывает мой подарок в виде открытки из разноцветной бумаги и пластилина. Тебе нравится? Конечно. Никто. Абсолютно никто. Я беспричинно подавился собственной слюной и теперь не могу откашляться. Помогите. Сайт не разрешает сохранить фото. Я делаю скриншот. Сайт. Почему? Мама пришла на кухню, услышав шум. Я в три часа ночи. Я просто хотел покушать. Я вырастаю на 0,02 сантиметра. Бабушка на семейном празднике. Офигеть. Это кто? Когда у тебя такое же имя, как у человека из задачки по математике. Весь класс. Хе-хе. Шестилетний я. Пап, купишь мне эту игрушку? Отец. Давай в следующий раз. 21-летний я. Где игрушка? Мои аргументированные ответы. Мама. Я тебя вырастила. Как могли придумать звуки динозавров, никогда не слышав их до этого? Ну так, прикинули. Они ж большие зубастые. Значит, рычат. Когда преисполняешься в своем новогоднем настроении? Я этими салатами настолько преисполнился, что будто бы уже 100 триллионов лет жру эти ваши салаты. Мне все эти салаты уже абсолютно понятны. Я ищу здесь только одного покоя и умиротворения рядом с этой прекрасной елочкой. А вы мне опять со своим этим вот идите, суетитесь дальше. А я буду наслаждаться этими прекрасными огонечками на диванчике у теплой батареюшки. Я в шутку флиртую с девушкой. Девушка флиртует в ответ. Я. А что делать теперь? Батарея ноутбука. Осталось 1 час 47 минут. Также батарея ноутбука через 10 минут. Мне пора. Всем доброй ночи. Твои друзья. Пойдем погуляешь с нами. Будет круто. Что происходит на самом деле? Ты. Твои друзья. Когда наконец чихаешь после двух минут неудачных попыток? Да и дай салаты, говорили они. Ну доел. А как теперь вставать? Ну раз уже терять нечего. Бах, ну еще шалатик. Вам виски прямые или косые? Коты я. Когда качаешься на стуле и понимаешь, что отклонился до точки невозврата. И хватаешься руками за стол, падаешь и стол еще сверху на тебя падает. Когда ты взрослый и слышишь как дети говорят, что им хочется скорее вырасти. Подумайтесь. Как я себя буду чувствовать, когда выйду из дома после праздников? Ну да, раздвинул жопой соседние дома. Я займусь делами после того, как поем. Так же я, когда уже поел. Ну так, а что поделать, если ты кот и это и есть твои дела? Поесть и поспать. Я роняю кусочек своей еды на пол. Мой кот. Делись. Не смотри на меня так, я все равно не дам тебе чипсы. Попробуйте в любой песне любое слово заменить словом кот. И вы увидите, что песня станет куда лучше. Кот мой бойся меня, кот мой не отрекайся от меня, нелюбимый кот прости меня, любимый кот люби меня. И тут пошли дальше вариантики. Еле виска скатаны, пивом запивали. О чем котя мур-мур-мур они не понимали. Я на тебе как на коте, а на коте как на тебе. Но я устал. Окончен бой, деру диван и стошный вой. Среди подлости и предательства и суда на расправу скорого, есть особое обстоятельство. Я люблю кота. Это здорово. Я кота так любил, так любил. Думал, что кота ждал меня. Что же он сделал? Я кота так любил, так любил. А теперь потерял его. А кот тебя целует. Говорит, что любит и ночами обнимает. К сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. А коте напомнят. Забирай кота скорее, увози за сто морей. И корми его быстрее. Восемнадцать дней не ел. Под небом голубым есть котик меховой. Сурчащим он животиком и шладкой головой. Я искала кота ночами долгими. Искала кота дворами темными. В шкафу под столом среди друзей и в день. Когда нашла, за кормом ему пошла. Выйду ночью в кухню с котом. Ночкой темной тихо пожрем. Мы сожрем с котом колбасу вдвоем. А потом мы его виска сожрем. Летний кот, летний кот, замурчал сегодня рано. Летний кот, летний кот, моей душа моет раны. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Летний кот, летний кот шепчет мне легко и просто. Что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная драма, где есть он и она. Новый, 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 новый кот. Все мечты исполнит новый, 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 новый кот. Мы на год запомним новый, 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 новый кот. Не жалейте свечи новый, 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 новый кот. В новогодний вечер новый кот, новый кот, новый кот. выпьем за котов как блестят сейчас твои глаза выпьем за котов пусть дрожит хрустальная слеза выпьем за котов и уже не надо лишних слов выпьем за котов родная выпьем за котов он страдал если за окном темно он не спал на ночь запирал окно он рыдал сыпал в миску лучший корм в час когда кот шатался по ночам все для кота рассветы и туманы для кота моря и океаны для кота цветочные поляны для кота лишь для кота горят на небе звезды для кота безумный мир наш создан для кота живу я под солнцем для кота прошу прощения друзья но я не мог это не пропеть пять духов нового года жраночка на еданочка даже раночка объеданочка буханочка когда ты гдыкал с превышением скорости вы имеете право хранить мурчание вы охренели я же кот отлично прогулялся шмяк прыг-прыг-прыг-прыг более выгодного и интересного предложения вы сегодня уже не услышите а пойдем мячик покатаем а после покушаем когда тебе полчаса объясняли какую-то научную штуку а ты гуманитарий все предельно просто и непонятно считаю что начало 2021 вышло хорошим успешно покушал успешно полежал успешно надоел салаты успешно долежал год начался успешно мать попросила достать огурцы с верхней полки вот это он мощный ой какое пузико мальчик или девочка вчерашний крабовый салат оливье селедка под шубой холодец курица и килограмм мандарин а я своей второй половинке подарок под елку положил она что обрадовалась она его до сих пор ищет тайга-то большая а плюс b в квадрате а квадрат плюс b квадрат 2 а б мем для гениев расстроилась гитара как развеселить ну поиграй на ней купил новый коврик и потерял кота на час код на час это услуга какая-то и шучу шучу когда конкретно подсел на переедание и кто-то пытается тебя спасти это все моё моё просто найдите кого-то кто будет смотреть на вас так же как этот кот смотрит на елочку оставила на пару дней кота у бабуля вернулась она ему шапочку связала какая милая шапочка молодец бабуля девушка делает что угодно я наверно так он говорит как будет остров на твоем языке сша айсланд германия инзул испания исла швеция деда мороза не существует это мама с папой клали подарки под елку 25-летний я а чё смысле я слегка двигаю миску с кошачьей жратвой чтобы прибраться мой кот из другой комнаты никто меня не понимает в этом бренном мире нет мы все тебя прекрасно понимаем ты нытик который любит чувствовать себя особенным спасибо мама когда говорит что-то слишком много играешь видео игры мама когда проходит 1936 уровень в какой-то игре в одноклассниках что у вас за ресторан такой штейков нет трюфелей нет креветок нет принесите мне мое пальто сожалению вашего пальто этого нет берем коробку ставим ее ждем ваш кот появился исчезают они примерно так же когда кто-то врубил ночью свет в комнате чувак в передаче про выживание вот-вот умрет от голода оператор интересненько у меня есть спасательный круг я спасаюсь от проблемок а это так работает да кажется теперь она будет мне мстить смотрите какой милый пирожочек получился виды кусей кусь дружеский кусь любовный кусь коварный кусь на всю голову веганский кусь кусь новогодний щечный кусь жопный кусь самокусь эта порода должна быть кошачья такая есть вот собаки самоеды коты должны быть самокусь и группа захвата быстрого реагирования он совсем малыш так что давайте пожелаем ему удачи в котячей карьере чтобы вдоволь гладили не тискали вкусно кормили давали шуршало не ругали за тыгдык и всегда всегда любили раньше я бы при первом желании бросила работу и жила на свои скромные сбережения но теперь я несу ответственность теперь у меня есть кошечка да котики дисциплинируют официант у меня хоба в бокале повторите пожалуйста еще один бокальчик хе-хе папа из чего делают оливковое масло из оливок мой мальчик а из чего делают растительное масло из семян масличных растений а из чего же тогда делают детское масло моя кошка любит бросать свои игрушки мне в лицо посреди ночи чтобы попросить поиграть с ней это ее выражение мордочки когда я говорю нет как нет смотрю на кота и думаю ну вот как котики жили до человека как они там в лесу жили неглаженные посмотрите на этого героя он опрокинул полную банку кошачьей мяты растащил ее по всему дому в итоге решил сесть в эту вот кучку и орать и это лучшее решение скажу я вам а я говорила что ты крутой не это что правда ты просто чудо и ты клёвый ты самое лучшее что со мной могло произойти это так мило спасибо принеси мне вафельки можно было и покороче попросить закрой холодильник не на что тут смотреть тут все моё очень редкие фотографии сотой кобаки кто пишет сот прикольный говорят это работает не хуже коробки да только наверное изолента должна быть синяя какой код поведется не на синюю изоленту ваша дочь только что согласилась стать моей женой сам виноват нечего было ходить сюда каждый вечер аппарат показал что вы сладкий пирожочек проходите я на боковушке рядом туалет это сколько счастья за один билет ну да комфортабельные условия не у каждого туалет рядом уже минут сорок просто сижу пялись в одну точку и глажу по спинке кошку окошке хорошо она мурчит и крутится у меня на коленях пушистым клубочком такое расслабляющее занятие вы бы знали сразу хочется успокоиться абсолютно от всего вот бы вечно так сидеть и гладить кошку как это вечно сидеть и гладить кошку а деньги кто пойдет зарабатывать чтобы эту кошку кормить нужно набраться смелости и все-таки сообщить коту что это он живет у меня они я у него а у тебя может быть непроверенная информация это ты думаешь что он у тебя живет а он думает что ты у него живешь и кто тут прав еще надо разобраться никогда не говори со мной или с моим сыном 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 больше у тебя есть ухажер нет мои уши никто не врет когда весь класс спорит сколько будет в ответе 55 или 56 а у тебя получилось египет погодите-ка я буду делать домашку с музыкой она помогает мне сконцентрироваться я через десять минут эй диджей эй битмейкер уличный денсер шейкер шейкер патимейкер простите это пятилетняя я жду пока мама достанет мне вещи которые я должна надеть после ванны где же мужчина способны полюбить меня такой какая я есть вот же я я люблю тебя нет ты страшный я иду первый раз пробовать суши с другом друг попробуй васаби очень вкусно я съедаю всю порцию разом и не понимаю почему друг смеется я через несколько секунд блин живешь такой грустишь грустишь а потом раз и пошутил у себя в голове интернет отключается я пытаюсь перезапустить роутер родители которые не заплатили за интернет учитель вызывает ученика который не следит за уроком ученик все равно дает правильный ответ учитель так как так то где ваша дипломная работа я уже почти закончил и тут на нее улегся котя клянусь у меня не было выбора ничего страшного мы понимаем реакция нашей кошки на появление в доме собаки и так мой брат только что усыновил кролика но кроля боится его поэтому он бежит коту чтобы тот защитил его художник я так вижу писатель я так понимаю актер я так чувствую я я так устал я двигаюсь наушниках как рэпер глухой ребенок знающий язык жестов и не понимающий почему я хочу переехать его домашнего хомячка на бетономешалке ну чем хозяева собак такие типа нет моя собака очень добрый она тебя никогда не укусит с ней легко подружиться просто не показывать страх хозяева кошек она сожрет тебя она настоящий демон мы сами боимся ее она нападет на тебя незаметно возможно наша еда уже отравлена когда просишь кота не шуметь в пять часов утра последующая композиция называется вертел тебя я на хвосте двуногие страшный сон кота кто пишет а в окошке огурец как в ужастике и правда страшно очень страшно мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое вопрос к людям у которых есть кот и они называют себя кота матерью и кота мамой вы же понимаете что рано или поздно вам придется сообщить коту что он приемный кто пишет по взгляду моего кота можно прочитать о том что приемный тут я к тому же проживающий на его жилплощади почему некоторые люди демонизируют кошек просто потому что они не ведут себя как собаки и не проявляют свои эмоции как собаки не значит что они не любят вас кошки полны любви мягкие у них лучшие в мире треугольные уши коты размер которых немного больше среднего действительно немного кто пишет у них вид словно они завели себе человека и хотят его потом съесть на кошачий праздник да на кошачью пасху есть такой праздник у каждого уважающего себя водителя в машине должен быть уютный подкотейник подкотейник подлокотник кто пишет еще одно подтверждение тому что котейки это жидкость в доставке роллов заметила раздел для кота но хоть что-то хорошее в этом году комбо тунец и креветки для кота креветки с мятой для котика кто пишет для кота я бы и сама такое поела код чихнул я будь здоров мой миленький не болей никогда моя красота моя грация моя гордость и мой сладкий я тебе так люблю умничка бросьте свои дела и взгляните на кое-что действительно важное у хорошей хозяйки дома все на своих местах а ничего что корзинка дырявая кот не вытечет он же жидкость поздравляем мы прошли этот уровень уровень праздники успешно пройден все салаты успешно поместились в пузико когда тебя вытащили из теплой кроватки погулять а там дубео холодео и немножко охренел уноси меня с этой наружи неси обратно внутри его то приятное чувство когда просыпаешься в выходной или праздничный день сейчас как возьму и как не пойду никуда и как пролежу полдня в кроватке когда ты просто двухголовый кот качок который устал и облокотился на спинку дивана свесил свои накаченные лапки когда у тебя не выпал снежок но снеговика слепить очень хочется зато есть нереально шерстяной код вот бывает сидишь себе спокойненько никого не трогаешь напланировал себе кучу планов на день как вдруг раз и тебя засосало в кроватку на целый день а потом снова раз и уже ночь мелочь а приятно хе-хе это котик мелочь прикольно котики которых отметила природа котик с удивленно поднятыми бровями котенок со словом кэт на боку котик сердечком на боку кот с мечом на спине кот с восклицательным знаком сзади кошка со стрелками на глазах кошка с цифрой 1 на лбу кошка с треугольником на спине кошка с кошкой на спине высока цена за прикосновение коти ему пузику тебя давно не кусали стерилизовала кошку чтобы не рожала котят кошка притащила котенка с улицы правильно надо помогать бездомным котяткам когда ешь сосиски на калорийность не смотришь насколько быстрые в этих сосисках углеводы ну ты сейчас заметил что-то да вроде ничего что а уже плюс два килограмма всякая любовь оставляет шрамы кто пишет это пролезень а ну належи это обратно спектакль эмоции кота в четырех актах кто пишет глядя на вашего кота я тоже зевнул не понял а кто тебе наушник погрыз действительно кто же это теперь я знаю что я буду отвечать когда опоздаю на работу почему ты опять опоздал у меня уважительная причина это еще какая я медленно хожу а начальник тебе скажет выходи пораньше просто и все и будет прав вор лезет к нам в дом ночью чтобы ограбить я который пришел поесть на кухню привет тебе тоже наложить я случайно подвинул миску с кошачьим кормом мой кот из другой комнаты смотрю как микроволновки разогревается мой чебурек это же аквариум у тебя чебуреки с рыбой когда в групповом чате кто-то ответил раньше тебя и теперь тебе нужно переписывать свое сообщение заново видимая злость я мой кот прятаться когда приходят гости мой кот без какой-либо причины в 3 часа ночи все что случилось я готовился к экзамену 15 минут без отдыха 22-летний я когда неожиданно возникают бытовые проблемы где взрослые и потом такой а блин я же взрослый где более взрослые взрослые я интересно под моей кроватью есть монстры голос из-под кровати да я ясно также я спустя секунду это чего было после покупки этого коврика я заметила что мой кот стал частенько пропадать из дома пока я однажды чуть не наступила на него если рай существует то скорее всего вход в него выглядит именно так если есть на свете рай это краснодарский край хе-хе привет краснодарцам когда утром звонит будильник и ты не понимаешь спал ты или просто лежал я читаю одну страницу книги 15 минут мой мозг и что ты сейчас прочитал я хз бро а где мой телефон а ой оказывается он у меня в руке извините когда по приколу коверкал слова в интернете а потом забыл как их правильно писать кем я стал почему этот код нарисован на бутылочки он рекламирует свои напитки самопознание не изучалась кто я нормальные люди просто смотрят фильм я пытаюсь рассмотреть дышит ли актер который только что умер я иду по дороге в слякоть мои штаны сзади это когда вдруг ехал машина задымилась и ты заглянул под капот что же там такое сломалось или выхлопную трубу друг жалуется на свои проблемы я пытаюсь сказать какую-либо житейскую мудрость чтобы его поддержать если сложно быть значит живешь сложно ауф мама гостям извините что у нас такой беспорядок еще не успели убраться я которая со вчерашнего вечера драйла хату до блеска смысле шестилетний я спрыгиваю с трех ступенек моя бабушка ты чего делаешь ты же чуть не умер когда мама купила тебе шапку на рынке которая тебе не нравится от слова совсем но тебе придется носить потому что она нравится маме но ничего страшного тяу 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 зато тепло я увидел в ленте смешной мем и засмеялся мои родители невестки пишут когда вы сильно поругались ты обиделась и заплакал а потом он ласково спросил хочешь ли ты покушать хочу мяу-мяу говорит кошечка гав-гав говорит собачка все очень плохо переделывайте говорит научный руководитель интересно ему так удобно кто пишет просто руки помыл марать перед обедом не хочется он плыл рядом с нами и наслаждался но потом осознал что мы уже достаточно далеко от него и был охвачен безжалостной паникой я не люблю когда ко мне прикасаются просто так или между нами что-то есть или вы код или не трогайте меня пожалуйста а если вы код то между нами точно что-то есть когда прошел игру с норм сюжетом и теперь не знаешь во что поиграть куда пропала радость из моих глаз когда проснулся рано утром выходной и не понимаешь зачем опять эти ваши утры как же плохо быть ленивым и совестливым одновременно ты ничего не делаешь тебя мучает совесть но ты все равно ничего не делаешь это то что ты должен помнить спорт и правильное питание дают результат с днем рождения и что и деньги давай когда из двух тысяч восьмиста шестидесяти пяти своих шмоток выбираешь в чем пойти саш поехали на шопинг мне нечего носить когда приобрел квартиру студию зато своя каждый раз когда я сижу в туалете я должен убедиться что мой человек хорошо покакает честные честные глаза и кристально чистые лапы эти лапки ничего со стола не брали у меня ощущение что у моего кота главная цель жизни дождаться пока я лягу спать или начну есть наконец-то ты удобно лег я уже терпеть не могу у меня кошка вообще каждую ночь когда я ложусь спать идет сразу жрать и шуметь миской она еще зачем-то берет зачерпывает в рот много корма приходит к нам в комнату высыпает на пол и начинает есть видимо чтоб мы завидовали сидишь сложа лапы на пузике ждешь чудо а чудо все нет и нет зато есть пузико во время моей общажной жизни была у меня знакомая семья жили они с договоренностью в четные дни недели во всех бедах виноват он в нечетные она в воскресенье для баланса виноват был кот на моей памяти они вообще ни разу не ругались никогда не оставляйте телефон рядом с котиком отлично хозяин уснул и теперь я могу покопаться в его телефоне посмотрим фото так постойте-ка тут 1048 фоток того как я шплю твою мать Олег ты что псих это я немного на нервах в последнее время бесите как не стыдно то бедного голодного котика ругать кошмар такой скандал из одной котлеты этот парень был из тех кто просто любит кусь кто пишет ты летящий вдаль беспечный барсик среди объявления о сдаче квартир нашла вот такое кто пишет надеюсь кот входит в аренду за кота еще доплачивать надо мама я хочу внуков я пожалуйста кто пишет дал бог кота отдаст и корма неловко получилось кто пишет не трожь мои яички да она погреть их съела пока курица отошла меня ночью увозила скорая в реанимацию муж тащил меня на руках и ругался от страха за меня что так запустила ситуацию кош решила что я исчезла по вине мужа она ведь исправно лечила меня всю неделю отходя от меня только в те моменты по срочной нужде когда рядом был кто-то еще и вот она весь месяц пока я валялась в больнице вела с ним непримиримую войну срала мужу на подушку кошка прекрасно знающая туалет и даже ругать ее у мужа не получалось пытался объясниться и помириться с ней ну куда там пока меня не дождалась вела боевые действия и спала в шкафу в обнимку с моим тапком вот это настоящая любовь к хозяину к хозяйке кот разлил газировку на стол и позже за это поплатился прилипнув к ней жопой кто пишет депиляция а что если показать им щечку смотрите щечка ну за такое и лайк поставить надо когда ты видишь кого-то супер талантливого в интернете узнаешь что он твой ровесник и теперь твой день испорчен а еще бывает что даже младше тебя мудрейший совет от лапки эй пс не ходи туда там бррр как же лень вставать хорошо что у меня есть кофе чашечка черного волшебства сейчас выпью и проснуся выпиль теперь я энергично хочу спатоньки иди ко мне моя прелесть мой смысл жизни мой свет мое счастье В этом году я всё начну с чистого листа С чистого листа покушаю С чистого листа полежу С чистого листа поленюсь Главное, с чистого листа Всё-таки не надо было есть печенье в кровати Девятилетний я жду, пока мама соберётся После того, как она накричала на меня Потому что я ещё не собрался Круто выглядит, не так ли? Ну представь то же самое, но разбитое на тысячу кусочков Да, звучит круто Мой телефон Ваше такси подано Я, севший в своё такси ещё 10 минут назад В смысле, а с кем я еду? Мозг это единственный орган человека Который сам себе придумал название Эээ, ну да Почему тогда он не придумал себе Какое-нибудь более крутое название? Например, какой-нибудь Мозготрон 3000 Ну, чтоб остальные органы боялись Я в 6 лет упал, поскользнувшись на льду Пытаюсь быстрее встать, чтобы никто не увидел И не смеялся Я в 20 Фух, ну наконец-то могу полежать Когда кто-то говорит Расскажи о себе И ты забываешь абсолютно всё о себе Кроме собственного имени Что сказать? Ну, скажи своё имя И вот это и помнишь Если в вашем доме нет большого количества котов То даже не смеете меня приглашать И если вы не кот Точки плавления Золото 1064 градуса Цельсия Серебро 961 градус Моё сердечко Когда вижу твою улыбку Я Всё, надо готовиться к экзамену Нельзя отвлекаться ни на что Так же я каждые 15 минут Время попить чай и отдохнуть Семилетний я Когда увидел надпись Кафе Бистро Глупцы Правильно, быстро Я Всё, с завтрашнего дня Точно на диету Буду правильно питаться Так же я уже на следующий вечер Ладно, сейчас тащу одну штучку Никто и не заметит И фигуре это точно не навредит Мама Буду поздно Приготовь что-нибудь на ужин Я, который вообще не умеет готовить Господи, хоть бы никто не умер Так, закажи еду А, денег же тоже нет Я вегетарианец С непереносимостью лактозы На безглютеновой диете Что я могу заказать? Такси В гостях хорошо, а дома котик Мудрость от Катфуция Сгусток тёмной материи На первой фотке его даже не видно На второй видно одни глаза Уроков много задали? Тебе сегодня орать и орать А-а-а-а-а-а-а... Говорили тебе не надо никаких гостей звать Мы и сами всё скушали бы Чего стоишь, Наташ? Чего ждёшь? А теперь посуду мой сама А так мы сами вылезали бы Мурка, ты хоть что-нибудь умеешь делать быстро? Да, я быстро устаю. Целый месяц пилила дочь, что она не может найти время помыть кота. В очередной раз придя с работы, понимаю, что её не допросишься. Иду отмывать нашего блохастика. Дочка, вернувшись с прогулки и видя моё недовольное лицо, запирается в ванной. Через некоторое время приходит ко мне на кухню и несёт в полотенце мокрого с вытаращенными глазами масика. Я спрашиваю, ты что сделала? Кота помыла. Я его уже мыла. В этот момент открывается дверь и заходит моя сестра. Вы что сделали? Мыл один голос. Кота помыли. Я его уже мыла. Дочка задумчива. То-то я смотрю, чего-то он такой тихенький, обычно вырывается, царапается. А он, наверное, молчал и думал, бабы сегодня с ума сошли. Эй, вы там что, икру без меня едите? У меня и правда к тебе есть чувства. Правда? Да, я чувствую, что ты действуешь мне на нервы. Милый, хочешь, я подарю тебе своё сердце? Ты мне нервы верни. Кусь. Но ведь я оттуда пил. Когда ты счастливый лёг спать, и вдруг видишь, как в беседе класса пишут про домашку, про которую ты слышишь впервые. Капец, душу рвёт. Назовёте слово сразу? Ко мне на улице подошёл кот и обнял меня. Кто пишет, бумажник, проверь. Тоже белый кот, видимо, с другого района. Конкурент. Я. Колбаска на дегустацию в магазине, которую я стесняюсь взять. Семилетний я, когда положил муравья на листик и отправил его по реке. Удачного плавания, матрос. Первую школу открыли в 425 году до нашей эры. Люди в 426 году никуда не надо. Природа начала восстанавливаться из-за карантина. Мемы начинают добреть. Я спокойно смотрящий сериалы. Мама. Показать себя гостям. Зачем? Зачем его вообще показывать? Сидит, пусть спокойно смотрит сериалы, играет во что-нибудь. Когда к маме пришли её подруги, она знакомит тебя с ними. Здрасте, я Егор. Что я выяснила, когда впервые надела очки? У вещей есть границы. Можно видеть дальше, чем на 9 метров. Котики всё ещё красивые. Людей ещё нет. Что может быть отвратительнее, чем откусить яблоко и обнаружить там червяка? Откусить яблоко и обнаружить там полчервяка. И не поспоришь. Я когда забыл остановить микроволновку за одну секунду в 3 часа ночи. Ой. Дзинь. Когда вы уже поймёте, что если я говорю спокойной ночи и через час ты всё ещё видишь меня онлайн, это не значит, что я соврала. Это значит, что мой план провалился. Мой кот любит пожрать. Когда я его зову на кухню, бежит Аки Слон. Однажды решил пошутить. Записал на кассету, будто я его зову. Поставил на кухне магнитофон, взял кота, стал его гладить. Через пару минут кассета докрутилась до записи и послышался мой голос. Котэ вскочил, пробежал 2 метра, потом резко вернулся и стал мяукать. А магнитофон всё зовёт. Потом пошёл, оглядываясь на меня. Потом побежал. На кухне меня нет, опять вернулся. Потом упал на бок и не реагировал на еду часа три. Больше я так не шутил. Выходи гулять. Не, не могу, меня мама не пускает. Кто это? Это ты, если будешь просить пожрать каждые 15 минут. На зимние каникулы я планировал встретиться со всеми, кого люблю. Оказалось, больше всего я пока люблю поспать. А, отошла от Ноута, чтобы сделать себе чай. Возвращаюсь, и коллега присылает мне это. Кто пишет. Здравствуйте, я хотела бы обсудить свою креветочность и налог на кошачью мяту. Алла сейчас занята, убирает лоток, куда я насрала. Извините за неудобство. Хомячка-то добавь для вкуса. Нюх-нюх. Тебе жалко, что ли? Выезжаем летом за город, на дачу. Благо, что от города недалеко. Можно ездить на работу и жить на природе. Вывозим с собой собаку и кота. Несколько лет назад соседка на своем участке додумалась посадить валерьяну. В какой-то момент кот эту валерьянку унюхал и пропал. Он там дневал и ночевал. Жрал ее, валялся в ней, копал яму к ее корням. Домой приходил изредка с безумными глазами и только пожрать. Жрал и уходил обратно. С соседкой совместно перепробовали все. От опрыскивания валерьянку настоем жгучего перца до запирания кота на замок. Не помогло ничего. Соседка приняла жестокое решение, валерьянку выкопала и сожгла. Кот продолжал жить на раскопках. Успокоился только когда все вокруг перекопали и засыпали пеплом. Погрустнел, вернулся в семью и еще пару недель ни с кем не разговаривал. Зависимость она такая. Мотай на ус, Василий. Она хозяев в пять утра будила. Человеческий мозг состоит из 86 миллиардов нейронов, каждый из которых образует сотни и тысячи связей друг с другом. Это самый совершенный на Земле инструмент для распознавания паттернов и ассоциаций. Человек называет свое имя. Я. Привет, очень приятно. Секунда. Проходит. Мой мозг. Как его зовут? Александр, Петр, Плутарх, Велимир, Джонни, Иван, Бонжур, Либерасьон, Экстерминатус. Тебе, Наташа, все равно. Но я привык смотреть в окно. Тренировка независимой женщины. Эйть, эйть, эйть. Сара, иди сюда, срочно. Не могу, на мне сидит кошка. Но на мне тоже кошка. И мне так хочется чипсов. Что же делать? У тебя в дневнике опять одни двойки. Какое оправдание у тебя на этот раз? Я пока еще даже не знаю. Или наследственность, или семейное окружение. Такого милого ограбления вы еще не видели? Там никого. И там никого. Идеальный момент. Сдавайся, ебка, и гони денючку. Когда вышел на улицу? Нормальная погода и не холодно ни разу. Сейчас как нагуляюсь. Спустя 20 минут. Знаете, я что-то как-то не рассчитывал, что тут будет такой холодрец-дубобец. Ты принес нам пожрать. Учти, мы пожираем только души. Поздравляем, вы только что получили задание от квестового котика. Значит, идешь, покупаешь мне покушать и еще шуршащих пакетиков и больших красивых коробочек. А потом мы целый день веселимся с тобой дома и греемся под одеялком. Реклама спать. Спать. Это необъятная коллекция волшебных снов. Спать. Это твой надежный актив, который всегда с тобой. Спать. Это очень полезно для всего организма. Спать. Сну, не важно кто ты, для сна все равны. Спать. Это когда все грани стерты. Спать. То, что вечно. Выбери своего покемона. Мурчелка. Муршмель. Котаптор. Мурзель. Котылек. Мурмуру. Мурмишка. Котурочка. Или катушок. А это котобушек из моей кошки Сили. Когда сам себе сделал бутерброд, подогрел его в микроволновке и налил чай. Шеф-повар. Я взрослый человек, который не говорит о своих проблемах, а просто лайкает соответствующие картинки. Мои родители в 20 лет. Мы хотим самостоятельно жить, поэтому купим квартиру. Звучит как хорошая инвестиция. Я в 20 лет. Если я сейчас лягу спать, то смогу сэкономить на еде. Нормальные люди просто смотрят фильм. Я пытаюсь задержать дыхание настолько же, насколько и тонущий персонаж. Не могу поверить в то, что ты ела пиццу без меня. Это как будто ты предала меня. Если хочешь, то мы можем заказать еще пиццы. Еще пиццы. Это последнее, что ты сейчас заслуживаешь. Я отвечаю да без проблем на что-то, что вызовет у меня очень много проблем. Подростки. Школа и университет не оставляют нам времени для отдыха и сна. Также подростки в 2 часа ночи. Охаха, мемы. Какой красивый сегодня восход, не отвести глаз. Сейчас 7 вечера, где ты увидел восход. Какой красивый закат, не правда ли? Стоп, ты только что проснулся. Я до того, как зевнул. Я после того, как зевнул. Николай Дмитриевич, я готова сдать экзамен. Мне подсказывает интуиция, что у вас не получится. Почему, Николай Дмитриевич? Ну, во-первых, я Олег Александрович. Видел сегодня женщину в супермаркете. Она плакала, потому что потеряла 10 тысяч. Я дал ей 2000 из тех 10, что нашел рядом. Надо делиться своим счастьем с другими. Забочусь о карме. Ты же просто лицемер. Да. А твой рот ширину 4 сантиметра. Нос в 2 сантиметра и глаз в 1 сантиметр. Типа он лицемер. Ха-ха, поняли? Мне просто показалось, что эта коробочка подойдет мне больше, чем мандаринам. Слушай, ты умеешь хранить секреты? Конечно, можешь мне доверять. Я не болтливая, у меня феноменальная память забывчивость. Я сплю 12 часов перед учебой. Я все равно чувствую себя уставшим. Я, да я же так много поспал. Мой мозг. Я сказал, мы сегодня устали. Когда я вижу подобные снимки, мне хочется стать кошкой. Без забот и проблем. Просто кошкой. Четырехлетний я спокойно ем песок. Двадцатилетний я, сделав слишком большой глоток воды. Когда ты решаешь тест, и тебе попадается легкий вопрос. Но все остальные вопросы сложные. И теперь он кажется подозрительно легким. Фильмы про студенческую жизнь. Студенческая жизнь на самом деле. Я сделал что-то. Мой мозг. Точно сделал. У меня плохие новости. Что случилось, доктор? У вас нехватка колбаски в организме. Срочно восстановить. Мисс, я собираю пожертвования для детского дома. Вы бы хотели сделать пожертвования? Да, очень. Подождите, я сейчас вернусь. Вот, возьмите. Когда ты первым зашел в зум, и на звонке только ты и препод. Когда надел свитер, который тебе подарила бабушка, и ты думал, что он будет дурацким. Но на деле оказался очень даже симпатичным. Когда повзрослев, осознаешь, что новогодняя магия, которую ты ощущал ребенком, на самом деле была любовью и заботой мамы. Когда опять проснулся по будильнику, они от шума волн океана истерично орют. Моя жена каждый день. Обрати на меня внимание. Ищу работу. Вот метла, начинай мести. Извините, но я закончил МГУ. Ого. Давай покажу как. У котов свое видение прекрасного. Чудесненько. Красивенько. Миленько. Великолепненько. Прелестненько. Потрясненько. Волшебненько. Ваш умный будильник не работает. Из-за него я уже третий раз приезжаю на работу лишь к обеду. А вы приезжаете выспавшимся? Эмм, да. Именно поэтому будильник и называется умным. Причина моих опозданий. Спи спокойно, мой человечек. Твой будильник я сожрал. Я понял, как определить, когда котенка уже можно называть котом. Переломный момент наступает, когда он начинает смотреть на тебя как на ничтожество. Я прочитал четыре книги по развитию коммуникабельности, прошел курсы ораторского мастерства. Так же я, когда кто-то идет ко мне поговорить. Я прихожу к врачу без мамы и начинаю что-то считать на калькуляторе уже около десяти минут. Врач, я же просто спросил твой возраст. Я. Вы не могли бы заткнуться. Приятного мурпетита. Мурмошка фри. Котурчики. Котан. Мурченька. Грибной котупчик. Муряблоко. Мурмафин. Цветная мяуста. О моем текущем состоянии в двух словах. Пать хочу. А это я вышел на пробежку. Встречать курьера с едой. Хе-хе. Лучший совет на утро. Оставайся дома в кроватке. Налей горячего какава и котика в ножки положи. Просто оставьте меня. Я ничего уже не хочу. Даже покушать? Даже покушать. Ну ладно. Пойду пакеты из магазина разбирать. Подожди. А там что-то вкусненькое. Кто хочет сидеть в круглой удобной штуковине и ничего не делать? Ми. Скандинавские легенды. Боги забрали из мира звук кошачьих шагов. Моя коша топает так, что вода в чашке идет кругами, как в парке юрского периода. Грозный топ. Я сейчас жлюся. А у меня кошка храпит очень громко. Прямо сейчас. Надеюсь вам не слышно. Кто пишет из-за твоей кошки ослабли цепи Фенрира. Рагнарёк близок. Теперь ты доволен? Кто-то еще пишет. Вполне. Куплю ей вкусняшек. На Рагнарёк. Когда врал всем про пушистую кость, но стрижка все расставила на свои места. Твари. Самая безумная вещь, которую вытворял ваш кот. Кто пишет. Несколько дней подряд мой кот показывал признаки того, что что-то не так. Он ничего не ел, не спал и постоянно прятался от нас. Я думала, что он умирает от старости, но вчера наконец-то добралась до ветеринара. И он сказал, у него нет никаких серьезных повреждений. Складывается впечатление, будто он просто подрался с соседским котом и впал в депрессию. Из-за того, что проиграл. Вот же козел, я ему отомщу. Говорит кот. Никто. Я в три часа ночи вытворяю свои безумные кулинарные эксперименты. Как тебе такое, Гордон Рамзи? Работа. Легенда о нервном срыве. Когда-то давно четыре гормона счастья, серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин, жили в мире. Но все изменилось, когда работа развязалась с моей нервной системой войну. И только длительный отдых мог остановить мой стресс. Но когда организм нуждался в нем больше всего, он исчез. Силы покинули меня. Мы вызвали вас сегодня из-за плохого поведения вашего сына в школе. И что, у него и дома плохое поведение. Ну я хоть раз вас вызывала. Когда ты умер, но твои коты все равно хотят тебе помяукать в два ночи, чтобы попросить еды, несмотря на то, что наелись. Кто пишет Восстань, Наташ, мы там насрали. Наташ, смерть не оправдание, у тебя коты голодные остались ващет. Еще один кот пишет Инномине домини патрис эт филии эт спириту санчи, Наташ. Надеюсь, я правильно прочитал. Мама кричит на меня? Так же, мама, сделай нормальное лицо. Я. Кошка родила процессоры. Природа удивительна. Четырехъядерные, надеюсь. Новые мурчинталы 3000. Очередь читать предложения вслух. Приближается. Интроверт пытаясь предугадать все возможные варианты развития событий. Возможный вариант развития событий всего один. Тебе придется читать предложения вслух. Моя девушка написала, что быть кошатником это не по-мужски. Я отправил ей это. Выглядит довольно брутальненько. Милый, ты со мной счастлив? А куда деваться? Мое текущее состояние. Как же все достало, господи боже ж ты мой. Ностальгия по далекому прошлому. Как же хорошо в совке. Когда пытаясь выяснить у своих кошек, кто из них насрал в горшок с фикусом. Скажи, Серсей, что это была я. Киш по-котовски. Мне слишком тесно взаперти. И я мечтаю об одном. Скорей свободу обрести. Прогрызь свой ветхий старый дом. Проклятый старый дом. Я обещаю себе больше не тратить деньги на всякую ерунду. Так же я. Обзор новой шапочки для кота. Никто. Учителя когда добавили мем в свою презентацию. Я на одной волне с вами. Моя девушка сказала, что я помешался на звездных войнах. А ты что? А я сказал, что мы обсудим ее поведение на совете джедаев. Я обожаю, когда кошки делают это. Да, технически они на вершине пищевой цепи, сверх хищники и очень опасны. Но они могут быть абсолютными милыми дурачками при определенных обстоятельствах. Или ты абсолютный милый дурачок. Попался. А борщ сложно готовить? Да вроде нет. Берешь мясо, свеклу, картошку. Если не сложно, то приготовь, пожалуйста. Восьмилетний я иду с семьей в дорогой ресторан на свой день рождения. Также я после того, как 25 минут смотрел меню с важным видом. Принесите мне наггетсы. Я в садике рассказываю стихотворения про зайчика. Моя мама из зала. Девочки, я плачу. После новогодних праздников. Я в форме. Круг тоже форма. Урок начинается. Я отвлекаюсь на 5 минут. Училка возле доски. Кому непонятно, спрашивайте. Обведите кружком наименьшее число. Эээ. Вот и ходи после этого на учебу, блин. А он обвел номера вариантов. Ну, вообще гений парень. Я. Блин, почему у меня болит шея каждый раз, когда я просыпаюсь? Так же я ночью. Родители уезжают на дачу на всю неделю. А это значит, что дом полностью в моем распоряжении. Я могу делать все, что угодно. 15.00 Я не могу сдать мое эссе. Собака его съела. Почему ты не распечатал его еще раз? Собака съела и принтер тоже. Это абсурд. Придется вызвать твоих родителей в школу. Боюсь, это тоже не вариант. Дай угадаю. Собака съела. У нас в диване есть отделение в подлокотнике. Клево. Мы можем там хранить пульты. И вкусняшки. Милая, давай оставим это место для электроники. И вкусняшек. Одна капля антисептика убивает 99% микробов. Я капаю две капли. Микробы. А-а-а-а-а-а-а-а. Я все больше не буду забивать свою голову этим. Так же я весь оставшийся день. Почему? Эй, кто съел все мои любимые шоколадные конфетки? Шестилетняя я пытаюсь не выдать себя. Мама. Сходи в магазин. Купи молока и хлеба. Денег сейчас дам. Я. Не надо. Я сам все куплю. Мама. Сын вырос. Сын вырос. Мои одногруппники, когда я вышел из аудитории, в которой проходил экзамен. Ну что? Ну как? Сдал? Расскажи. Списал? Ненавижу песни, которые на 75% дерьмо, но припел у них такой офигенный, что приходится мучиться ради того, чтобы услышать и его. Так вырежу отдельно припев и слушай его на репите. Завтра отправляюсь отдыхать на море, а решил взять с собой все только самое необходимое. Ну правильно, кота всегда надо брать с собой. Хотя коты обычно это не любят. Я после того, как отжался один раз. Ну какой же я красавчик. Когда гуглишь ответ на один из вопросов, но находишь ответы ко всему тесту. Ну ничего себе, я сыщик. Ну что, признавайся, сколько лет тебе исполнилось? Какая разница, возраст это всего лишь цифра. Ну 20 с чем? 20 с 10. Какие у тебя будут планы? Для начала я позавтракаю. Нет, я говорю о планах на будущее. А, про ужин я еще не думал. Врач, сдадите кровь натощак в 10 утра. Я, который проснулся в 8 утра. Я сейчас умру от голода. Зая, мне сегодня премию выдали. Ничего себе. Правильно, ничего тебе, все мне. Вот столько меня не кормили. Милый, а что ты мне подаришь на день Святого Валентина и 8 марта? А если ничего? Ну тогда на 23-е шевраля ничего не получишь. Да, правда. Фуф. Ну, слава богу, договорились. Она выглядит так, будто мечтает меня покормить. Если я разбужу ее, помогу ей воплотить мечту. Я умираю. О, нет, прошу тебя, пожалуйста, не умирай. Ладно, не буду. Наташ, мы тебе еще раз объясняем. Ни мужика, ни собаку. Мы по бюджету не потянем. Кактус единственное растение, которое может противостоять вашему коту. Не может. А у меня кошка и кактус грызла. Шла третья неделя января. Мы допили шампанское, доели салаты и доедаем елку. Я просто решил положить блинчик на морду кота. Кто пишет, техасская резня бензопилой. Не, кошачья резня бензопилой. Все, что надо знать о России, это что когда наши люди видят какую-то красивую улицу по стройку, то первая их фраза, как будто они в России где-то. Вот, сынок, смотри, это Россия, как тебе? А-а-а-а. Начальник УООПИВОИВТОИОМСУМВД России Потумской области полковник полиции. Ну да, как будто по клавиатуре прошлись. Я ищу подходящий классный стикер, чтобы ответить на сообщение. Собеседник в это время меняет тему. Я. Тупой идиот, накупил себе стикеров, теперь ничего не успеваю найти, блин. Пятилетний я реву в общественном месте, потому что хочу мороженое. Мама, у нас есть мороженое дома. Мороженое дома. Когда хотел встать пораньше, но вышло как всегда. Десять ноль ноль. Так, выходной, встану пораньше. Одиннадцать ноль ноль, тринадцать ноль ноль, семнадцать ноль ноль, семнадцать ноль одна. Мы с ней любим поразвлечься в постельке. А как вы развлекаетесь? Ну, в основном я лежу. Она лежит. Мы лежим. Истина от котика. В чём сила, брат? В правде и правда в том, что я ленивый пирожочек. Абсолютно никто. Мой желудок в три часа ночи. Хочу сыр-косичку. Правильно же, кыр-сосичку. Человек, который пишет условия пользовательского соглашения, зная, что его никто не будет читать. Я как-то пытался прочитать пользовательское соглашение к чему-то, даже не помню к чему. И понял, что это очень плохая затея. Во-первых, это очень долго. Во-вторых, я там нихрена не понял. Мамы, когда их ребёнок играет в игру 18+, тебе ещё рано в такое играть. Вот исполнится 18, тогда и будешь играть. Ребёнку исполняется 18. Мамы. Тебе уже 18 лет, а ты всё ещё играешь в игры. Тебе пора повзрослеть. Эх, да-да. Когда ты придерживаешь дверь для друга и говоришь, «Дамы, вперёд!» Добро пожаловать в царство юмора! Моя последняя молекула серотонина, которая поддерживает мой мозг и старается изо всех сил, чтобы у меня был хороший день. Утро. Хочу спать. День. Ужасно сильно хочу спать. Ночь. Не могу спать. Всё, кот, я устал. И я принял решение. Ты будешь работать за меня. Не вопрос. Ну зачем тогда мне ты? Хороший вопрос. Кто-нибудь выключите дубео и включите плистеплео. Котик, посмотри, там моя конфетка упала. Нетю там никакой кофетки. Точно? Она прямо туда упала, где ты сидишь. Да нет, пусть я тут. Ну ладно. А знаешь, есть такая поговорка. Какая, котик? Что упали, то я созрали. Учителя математики, когда ученик использует более простой и быстрый способ решения, приводящий к тому же ответу. Неприемлемо. Скорее всего, потому что вы просто сейчас изучаете конкретную тему. Поэтому учителю хочешь, чтобы ты решил задачу определенным способом. Хозяин, я видел, как ты сильно мучился, когда заполнял эти документы. А ещё эти вычисления принесли тебе много страданий. Я решил избавить тебя от них. Хозяин, почему ты плачешь? И зачем ты набираешь номер ветеринарной клиники? Какой-то нереалистичный мем. Тут кот называют хозяина хозяином. Он должен его называть рабом. Мама, ты скоро отупеешь от своего телефона. Я читаю на телефоне про квантовую физику. Я предложил жене завести ещё одного котейку, но она мне сказала, что у нас больше нет места. Простите, а это что тогда такое? Ну, вам же тоже где-то надо лежать. Завёл кота, чтобы гонял мышей по дому. А он начал гонять собак по двору. Шестилетний я выхожу на улицу со стаканом воды при минус один. Вода не замерзает моментально. Шестилетний я. Лошадь дезинформация. Если вы мне не предлагаете что-то подобное, то просто пока. Кукусики. Пойдём покушаем. А потом мячик погоняем. Шерстью поблюём. А потом дрыхнуть под тёплое одеяло на целый день. А оправдание на все времена? Я же кот. Лови горшок, дурак, а не фоткай. Учитель, почему ты не сделал домашку? Я. У меня есть уважительная причина. Уважительная причина? Ну, правда же уважительная. Я лёжа в кровати, думая о всех продуктивных вещах, которые я мог бы сделать, если бы не был таким ленивым. Мышеловки были изобретены в 1780 году. Люди до 1780. Коты до 1780. А потом они стали милыми, толстыми и пушистыми. Просто представьте на минуту, если бы у котов были бы крылья. Миленько. Только прикиньте, если бы они ночью, кроме того, что носились по дому, как полоумные, ещё полетали. И люстры сносили. Геологи обнаружили крупные залежи котия. Срочно отправляемся добывать. Когда просишь друзей нормально попозировать для фото. Абсолютно никакого давления. Да ты ешь, ешь. Я просто тут полежу посмотрю. Иногда нужно просто сесть и вместе поофигевать с какой-нибудь ерунды. Гляди, котя, какая хрень. Да. Если бы вы попросили моего кота описать всю вселенскую скорбь двумя словами, он бы ответил... Ёлку убрали. Это я собираюсь посмотреть пятиминутный ролик на ютубе. Да, только пока я готовлю, я смотрю ещё часовой ролик. Главное в девушке это её личность. Классно, у меня как раз их несколько. Эм, что ты сейчас сказала? Ничего, не слушай её. Все люди, 9 плюс 8 равно 17. Я, если 9 плюс 1 равно 10, а вот 7 минус 1 равно 7, то 10 плюс 7 равно 17. Умник. Да чё-то не шибко ты умник. Я сильный мужчина, не зря же я готовился к этому всю жизнь. А следующий остановите. А чем ты любишь заниматься в свободное время? Понятия не имею. У меня его нет. Перед вами градация Александра на примере котов. Санёк, Саня, Саняра. А где сам Александр? Звёзды сегодня особенно прекрасны. Ага. Но ты знаешь, с чьей красотой они никогда не сравнятся? Краснит. С чьей красотой? С моей. Горько, 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 горько. Как думаешь, что там происходит? Тут два варианта. Или у кого-то свадьба. Или кто-то укусил огурец за жопку. Кошки и коты у моих друзей и знакомых. Я такая пусечка. Мой кот. Здорово, хозяин. Кто пишет? Локторогар. Недавно я купил себе эту подушку-обнимашку, чтобы не чувствовать себя одиноким. И святые чёртики, моя кошка, которая ненавидит людей, решила, что этот парень достоин всей её любви. Кажется, я здесь лишний. Кот. Ля, люди с этим ковидом совсем поехавшие стали, скоро в бахилах начнут ходить. Охренел. Снял номер в отеле в Японии? Вроде бы не ждал никаких гостей, но ладно. Это ты так говоришь, потому что ты снял этот номер, а не купил. Если бы это в твоей квартире было, и это были твои шторы, ты бы так не говорил. Когда собрался со своими друзьями, чтобы обсудить, есть ли у тебя шизофрения или нет. У вас. Не у тебя, а у вас. Я играл на пианино, как вдруг он подошёл, сел на пианино и начал стучать лапками по клавишам. Кто пишет, то он старается как может. Ну, поддержим его лайком. Ты просила чай, я тебе сделал чай, что не так? Ты прекрасно знаешь, что с этой кружки невкусно пить. И ты специально в ней сделал. О, блин. Вы уже что-нибудь выбрали? Будьте добры, пиццу, четыре сыра и два стейка. О, ожидаете друга? Шеф, еда и есть, мой друг. Кота Фёдора не впускать. Я Артём. Ить, угадай кто. Нет, я не твой обед. Уровень подлости 11 из 10. Засунуть палец в пасть зевнувшему котику. Да это всё, конечно, хорошо, но почему нарисована собака? Я вырос в деревне и увидеть пролетающий самолёт было огромной редкостью. Каждый раз, когда я его видел, я останавливался и с восторгом на него смотрел. Не сложно же вас деревенских чем-то удивить. Ой, гляди, коровы! Мам, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой? Нет. Почему? Я уже три дня тут сижу. Потому что ты женился и твой дом теперь там, Васька. Но, мам... Милый, ты почему сегодня не выкинул мусор? Кто я такой, чтобы определять, что мусор, а что нет? Что может исчезнуть из нашей жизни, а что может остаться? Я лишь песчинка в большом океане жизни. Крошечная, очень ленивая песчинка. Выпек серую булочку. Делиться не собираюсь. Я в ужасном настроении, мне ничего не поможет. Ничего? И даже еда? Нет. Ладно, ладно, не буду тебя беспокоить. Подожди, а какая именно еда? Жили у бабуси два весёлых куся, Один серый, другой белый, два ленивых куся. Один раз наругали, теперь сами берите. Барсик, подай ключи со стола. Нам на стол нельзя. Саша, коту нужно помочь, наш кот в беде. Очень тупая шутка, но смешная. Простите, в чём ваш кот? В беде? Находишь кота на помойке, отмываешь его, лечишь, любишь. Кот через пять лет. Нет, я не буду есть роял конин с курицей. Кто пишет, потому что не он себя на помойке нашёл, а ты его. Невероятно редкий снимок. Получив изображение чёрной дыры, учёные пошли дальше и зафиксировали кота Шрёдингера в момент суперпозиционного перехода. 2023 год, фотография ещё не в нашем времени. Кто пишет, ребят, это просто временно-пространственный сдвиг, ничего особенного, расходимся. Когда Шрёдингер решил пожалеть кота и вытащил его посреди эксперимента. Кто пишет, поздравляю, вы сломали кота. Он теперь всё время такой будет. Может, кусь, а может, лись, ты гладишь пусть. Так расплатись. А потом человек сказал, ты уже поел. О-о-о-о. Я, когда тридцать раз умер на боссе, и снова смотрю его непропускаемую кат-сцену, в которой он рассказывает, как уничтожит меня. Да знаю, я знаю. Учитель, в твоих работах уже давно нет ни одной орфографической ошибки. Как ты подтянул свою орфографию? Я вспоминаю, как допустил ошибку в интернет-споре. Как ты ответил на одиннадцатый вопрос в тесте? Там что, был ещё и одиннадцатый вопрос? Ну да, на другой стороне листка. На другой стороне? Как насчёт того, чтобы начать день с пробежки? Извини, но у меня проблемы с ножками. О боже, что случилось? Они присоединены ко мне, а я не люблю бегать. Пап, у нас в школе сегодня сокращённое родительское собрание. Что значит сокращённое? Ты, я и директор. Эээээ... Психолог, вам нужно перестать быть таким агрессивным? Я. Я не понял, ты чё, самый умный тут? Ну, вообще да, если ты в кабинете психолога. Я. Только не делайте мне сюрпризов на день рождения Прошу вас Семья, хорошо Семья на день рождения Ну спасибо, блин, я хотел айфон Ешь рыбу давай Айфон он хотел Я всё время не нахожу сил встать с кровати Я, когда мама сказала, что оставила мне кусочек пиццы Я ухожу в комнату, чтобы позаниматься своими делами И прошу меня не трогать полчаса Вся семья через минуту Ты чё, там три часа сидишь уже? Карты сказали, что нам пора пойти покушать Котам идеально подходят большинство детских вещей Просто живите с этой информацией Какой деловой кот ему явно идёт эта рубашечка Ночью играл в парашютиста Прыгал на хозяев с полки Ни о чём не жалею Свет мой зеркальце, скажи Кто на свете всех грустнее, всех печальнее и жирнее? Сын, а Сын, а А Сын, а Глубокий вдох Кто пишет? Не ори на мать Сейчас кофейку бахну и норм Когда мама говорит, что ты в детстве был пухлым ребёнком И скоро похудеешь, но тебе 25 И смотришь на неё так Тяжёлые пухлые вздохи Я перевожу деньги человеку из другого региона Комиссия Слышь, пять рублей гони Ага, пять рублей, там вообще-то больше Более пяти тысяч студентов подали заявки на участие в профессиональном конкурсе учитель будущего, студенты А теперь достаем двойные листочки Она, мне приснилось, что мы поженились Мои сны На Берлин Когда пьёшь кофе и твои мысли включают скорость света Когда кофе закончился Единственные вещи, которые мне сейчас нужны Налейте мне чашку кофе и уложите спатеньки Уважительная причина на сегодня, пользуйся, пока никто не раскусил этот метод Извините, но сегодня я не хочу ничего делать, я котоцветик Ты гладиолус, а гладиолус нужно гладить Почему? Потому что гладиолус Песенка, которую мы так любим Грохочет гром Лежит пакетик на полу А рядом с ним Сидит котыка и мурчит Сейчас поймаю тебя в лапки И шуршать ты будешь в них Мы с тобою по квартире Ты гадык Когда ты заканчиваешь университет и осознаешь, что тебе больше не придется учиться ни дня своей жизни И ты можешь спокойно деградировать Но ни к чему хорошему это не приведет И если ты хочешь хоть чего-то добиться в своей жизни, то тебе придется учиться каждый день своей жизни чему-то новому Не забывайте об этом Ну а все остальное время можете смотреть мемасики на канале Алексея Савы Хе-хе Мы здесь не только деградируем, но еще и узнаем много полезной информации Это я в понедельник злюсь, что выходные так быстро прошли И снова нужно рано вставать Я съедаю килограммовую пачку пельменей за раз Так же я Кажется последняя пельмешка была лишняя Мотивация от котика Эй, зёпа Вставай давай В смысле лень? В смысле выходной? Знаешь, пока кто-то ищет причины и не делает Другой ищет возможности и достигает успеха Поэтому пошли пожрем Мой кот в любое время Давай без лишних слов, ок? Я сам все знаю, просто распутай меня Разве можно прожить всю жизнь вот так, без кошки? Можно С котом Мой кот выглядит как уставшая работница ночного киоска Когда с утра успел поорать, пошуршать, поноситься, погрызть цветок И с чувством выполненного долга Пришел к хозяину просить жрать Купила себе носочки с изображением корги Но похоже мой котыка не рад тому, что я ношу вещи не с рисунками кошек Я когда привожу друга в игру и он начинает играть лучше меня Я его воспитал Я когда магическим образом не могу отгадать ответы на тест, которому не готовился Внутренняя паника На учебе меня называют агент 007 Ноль мотивации, ноль знаний, семь публичных нервных срывов Кот, в чем дело? Просто боюсь, что мой домик меня сожрет Ну да, он выглядит агрессивно Помощник кассира Бери товар и проваливай Учти, я буду чистый, но... Очень злой и мстительный Ночное котовье развлечения Мяу, выпусти меня Четыре утра Четыре ноль пять Мяу, пусти меня обратно Наказали котика, посадили в ванну А кажется, он наказал нас А где нос из морковки? Я не понял, где нос? Заказчик остался крайне недоволен Ты уже пятый раз пробуешь Сейчас я попробую и скажу, можно есть или нет Когда любимые хозяева решили завести собаку А любимого кота предупредить и спросить забыли Самоконтроль Выдержка Надежда Как развлечь кошку? Только не пишите, что поиграть Как именно развлечь? Кто пишет, как развлечь? А, рыба без трусов пишет Как развлечь? Ну, пати ей устройте Соберите котов и кошек со всей округи Ящик валерьянки Хрустальные миски с декором-зонтиком Музон А в конце вечера пусть из мясного торта Вылезет шикарный кот-стриптизер И устроит шоу, вращаясь на когтеточке А рыба без трусов, я смотрю, шарит В кошачьих праздниках Смотрю на эту картинку и уже не рад натяжным потолкам Привет, сосед Ходил сдавать экзамен? Ходил А какой билет вытянул? Военный Иногда мне кажется, что ничего так не радует моего кота Как втулка от туалетной бумаги А ты попробуй дать целый рулон туалетной бумаги Он обрадуется еще сильнее Он будет его разматывать, а потом будет со втулкой играть Вы такая бледная, вас нужно показать врачу Нет, меня нужно показать морю Когда достал кота настолько, что он согласен уже на все Так уж и быть, пойду за тебя на работу Когда мама внезапно зашла в комнату И ты не успел переключить вкладку на домашку Мам, это реклама, честно Родители, мы уезжаем на две недели Не забывай поливать фикус Я забываю про фикус и поливаю его в самый последний момент Фикус Ну спасибо Ни при каких обстоятельствах не вздумай закрывать глаза, отключив будильник Это ловушка 10.05 А мне к восьми надо было Эх Когда стример прочитал твое сообщение в чате Кто пишет, а в чате онлайн из двух человек Ну все равно, приятно Я тоже частенько пишу в чате стримерам, и когда читают мое сообщение, я такой И ура, меня заметили Никто Шестилетний я представляю себя огнедышащим драконом А Как я запомнил формулу для средней квадратичной скорости молекул Три кота на мясо Еще и под корень Да, есть такая формула Время для побыть в одиночестве в нашем доме строго лимитировано Коротко о моем гостеприимстве Ага, и выражение лица подходящее Морды Когда пришел порыбачить, а там занято Спокуха, мужики, ща будет вам рыбалка Наконец-то пришла настоящая зима Поэтому вот вам котовик в ленту Котовик Это как снеговик, только кот Когда выпал снег прямо в доме Можно из них сделать котовика, кстати Одного на другого так поставить Внизу побольше, потом поменьше, поменьше, поменьше Получится такой котовик Вряд ли они усидят, правда Ну да ладно Спасибо за просмотр, друзья Поддерживайте этот ролик лайком и подписывайтесь на канал А такие подборочки будут выходить теперь каждую субботу до нового года Нажимай в колокольчик, чтобы не пропустить А с вами, как всегда, был Алексей Сова Пока-пока